Пешеходы называют подземный переход на остановке домостроителей пещеры. Ледяные наросты словно столотниты. Но в отличие от вторых, эти глыбы вырастают за несколько дней, а не за тысячи лет. Челуницы твердят, капитальный ремонт необходим. Масштабных работ здесь ни разу не проводили. Когда примут решение по ремонту вот этого злополучного нашего перехода подземного, вот проходили сегодня сейчас, ступеньки уже рассыпаются от влаги, от всего, наверное. С 90-го года переход существует и ни разу ремонта не было. Только вот так косметически мажут, а здесь внутри вообще никакого ремонта не было. Надеюсь, что хоть что-нибудь будет. Они будут ждать, например, пока что-нибудь на голову не свалится. Но пока на голову только капает. Во время оттепели и в сезон дождей подземный переход всегда топит, жалуются пешеходы. По проспекту Сембеке всего две подземки. Почему-то одну отремонтировали, вторую уже который год не могут. И уже из года в год вот эти жалобы. Я помню, вот эта вода стояла. Я прошлась только потому, что у меня сапоги длинные были. Тут постоянно вода собирается. Невозможно ходить. Даже с колеской очень трудно молодым женщинам. Вообще невозможно. В подземном переходе на остановке домостроителя настолько тускло освещение, что если сейчас не включить фонарь, то вы, скорее всего, видите только мой слой. Поэтому, Сергей, включи, пожалуйста, свет. Дальнейшие съемки мы будем вести только с включенным фонарем. Вы посмотрите наверх. Штукатурка здесь уже давно отвалилась. Так же, как и разбилась плитка. А с потолка все время бежит вода. В исполкоме о проблеме знают. К сожалению, талыми водами топят и некоторые подземные переходы. Например, на остановке общественного транспорта домостроителей. Работники ПАДа держат ситуацию на постоянном контроле. Ведется откачка воды. К сожалению, у перехода отсутствует гидроизоляция. В связи с этим есть подтопление. В этом году запланирован капитальный ремонт этого подземного перехода. А еще пять других подземных переходов, среди которых объекты на остановках. ДК «Энергетик», «Глобус» и другие. Эльмира Гаина-Удинова, Сергей Вильданов. Новости Челнэ-ТВ.